Единые электронные кошельки для оплаты налогов будут созданы в Казахстане. По словам министра финансов Алихана Смаилова, новую систему планируют ввести к концу этого года. Вместе с тем казахстанцы начнут получать СМС от налоговых органов, а предприниматели должны как можно скорее обзавестись контрольно-кассовыми машинами с выходом в интернет. И, как обещают в профильном ведомстве, уже скоро закончатся мучения с доступом в кабинет налогоплательщика. Иван Тулинов обо всем по порядку. Оплачивать налоги станет удобнее. Минфи намерен внедрить единый электронный кошелек. Этот сервис позволит в автоматическом режиме разносить платежи. То есть налогоплательщику будет достаточно внести сумму за отчетный период по одному реквизиту, после чего система все сделает сама. Разнесет деньги по тем видам налога, по которым возникли обязательства. Нам удастся исключить ошибочную оплату налогов, сократить количество платежных документов, невыясненных платежей и необоснованной пени. Также это сэкономит время налогоплательщиков, снизит нагрузку на систему банков, казначейства и КГД. Отчитываться о розничных продажах предпринимателям тоже станет проще. Правда, таким образом будет полностью исключен теневой оборот. Того и добивается Минфин. И произойти это должно как можно скорее. Ведомство перенесло сроки перехода торговли на онлайн-контрольно-кассовые машины с 2024 на 2020 год. С помощью этих устройств налоговые органы будут в режиме реального времени получать информацию о продажах. Использование онлайн-контрольно-кассовых машин – это завершающее звено в системе прослеживаемости товаров от импорта до их передачи потребителю. Те аппараты с фискальной памятью, которые используются сегодня, применяются в Казахстане с 1995 года. Они уже технически устарели. Технически устаревшим является и кабинет налогоплательщика. Он был разработан 10 лет назад и изначально рассчитывался на 2000 предпринимателей, работающих на портале одновременно. Из-за этого в отчетный период получить доступ на этот сайт – настоящее испытание. Данная проблема не нова, она поднималась нами довольно часто. И согласно проведенному анализу, в 2018 году временные затраты на процесс подготовки и сдачи налоговой отчетности составили в среднем 182 часа в год. Тогда как в 2017 году – 177 часов в год. Это напрямую влияет на позицию Казахстана в рейтинге «Дуэм бизнес». Мы сейчас в рамках займа Всемирного банка совместно с их специалистами реализуем проект по реформированию налогового администрирования. И мы планируем в рамках этого проекта эту проблему решить. Но, пожалуй, одна из главных проблем – это рассинхронизация действующих систем и баз данных, что уже не раз подпортила жизнь казахстанцам. Депутаты привели в пример прошлогодний случай, когда добросовестные налогоплательщики лишались доступа к банковским счетам и получали отказ в выезде из страны. Согласно даже нашей Конституции, любой гражданин не должен доказывать свою невиновность. Поэтому, выясняя заранее, это как бы неправильно. Должно быть все отлажено и действительно накладываться аресты должны только в том случае, если действительно человек не платит налоги. Вопрос, связанный с этой проблемой, поднимали несколько депутатов. Но пока Минфин работает над синхронизацией, ведомство может предложить одно из решений – оповещать заранее о налоговой задолженности с помощью СМС. Тогда запрет на выезд из страны и арест счетов не станет неожиданностью. В целом, все новшества, озвученные ведомством во время правчаса, направлены на увеличение сбора платежей в бюджет без повышения ставок. Цель – получать 25% налогов КВП к 2025 году. В денежном выражении это 5,5 триллионов тенге. Сегодня показатель примерно на уровне 20%. Иван Тулинов, Арман Акшабаев, Астана, Хабар-24.